Дом, который вам станет родным и близким. Приходите, и вы почувствуете нашу доброту. Добрый день, уважаемые наши телезрители. Сегодня воскресенье, передача «Что новенького?» «На воде». Ну, а на воде как быть без партнера? Конечно, с партнером. И я, как всегда, с Олегом Зенковецким. Вот на этом чудном корабле «Атлантик» мы уплываем. Но не так, чтобы далеко, но все-таки по водам. И там и качает, и там есть волна. Самое главное будет статуя свободы. А историю ее вы знаете. Если кто не знает, Геннадий Кацов расскажет. Олег, скажи мне, пожалуйста, вот такие поездки у нас они уже регулярны, каждое лето. Во второй середине лета. А это что? Такая вот прихоть, развлечение, обязанность? Или это все что-то значит? Вообще, месяц июль в Америке это знаменателен Днем Независимости. И многие американцы этот день так и называют, этот праздник 4 июля. Потому что 4 июля 1776 года Конгрессом была принята декларация о независимости. Ну и в этот день обычно люди собираются с семьями, с внуками. И мы, продолжая нашу ежегодную традицию, Second Home, всех приветствуют на нашем ежегодном круизе. Мы всегда это обычно делаем в июле, чуть позже, чем сам этот праздник. И радость этого праздника чувствуется во всем. В настроении, в разговорах, в ожидании отправления этого корабля. Как провожают пароходы, совсем не так, как поезда. Поэтому пропуском сегодня на корабль служит хорошее настроение, радостное выражение лица. На эту осень, особенно на еврейские праздники, в Second Home запланировано множество, множество концертов, встреч с выдающимися артистами, с исполнителями еврейских песен, с артистами оригинального жанра. Продолжая традиции, на еврейские праздники в Second Home поет гениальный исполнитель еврейских песен Яков Явна. Из Москвы к нам очень просится гости, несколько коллективов. Это тоже будет сюрпризом для нашего Second Home. Потому что, Олеш, слава о нас пошла по всей Руси Великой. Итак, мы начинаем отправляться. Олеш, как же мы умеем веселиться? А мы сейчас заглянем в зал и посмотрим, как мы веселимся. И не только наши посетители Second Home, но и наши дорогие гости тоже. Хорошо, давай. Нас пропустят? Обязательно. Надо удостоверение проявлять. Радостное выражение лица, хорошее настроение. Это и есть пропуск. Я хочу посоветовать всем, отправляясь в дорогу, особенно по воде, бери с собой что, да не что, а кого, любимого человека. Песня. 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 А что делает у тебя сегодня Геннадий Котцов здесь? Геннадий Котцов, он ведет сегодня лекцию по Нью-Йорку, очень обзорная лекция. Он, конечно, неповторимый гид, неповторимый гид и тележурналист. И мы очень рады, что он участвует сегодня в нашем круизе. Но сегодня у нас будут, наверное, его лекции сокращенные. Ну, немного, да. Мы с Геннадий ездили на наш секонд-хом, мы с ним ездили на трехчасовую экскурсию по Нью-Йорку. Это было на большом комфортабельном автобусе, но все-таки, я считаю, на корабле оно как-то приятнее. Многие не знают, почему Манхэттен назван Манхэттеном. Мне кажется, это название получил остров, а, как вы знаете, это единая цельнолитая плита. Отсюда все эти страшные ужасы, которые показывают в фантастических фильмах, когда, не дай бог, землетрясение, и эта плита, она разламывается на две части, и обе встают на дыбы и начинают скатываться вместе с небоскребами люди, вместе с автомашинами, зданиями и так далее. Так вот, это цельнолитая плита. В 1609 году блок, прибыв в Манхэттен, тогда он был назван еще, в общем-то, никак, он встречает первопоселенцев, не первопоселенцев, он встречает аборигенов. Собственно говоря, кто эти были люди? Это и были то, что называется в Соединенных Штатах Native Americans, это были индейцы. И вот он их спрашивает, он их спрашивает, друзья, как вас зовут? Но они никогда не видели белого человека. Богом индейцев был ворон, и для индейцев было совершенно понятно, что тот белый человек, которого они и увидели, это посланник бога. Кстати, индейцы, они назывались краснокожими, вовсе не потому, что у них была красная кожа. На острове было огромное количество москитов, они масались белой глиной, которая на солнце приобретала красный цвет. И когда первые белые люди их увидели, они увидели людей, которые, как им показалось, имеют красную кожу. Я еще раз говорю, у них не было красной кожи. Если вы посмотрите на современных индейцев, а, в общем-то, это прапрапраправнуки тех индейцев, ни в коем случае у них никакого красного цвета кожи нет. Геннадий Котцов, как прекрасно звучит это имя в моих устах. Потому что, так как я его могу представить, никто его не может представить, даже родная жена. Потому что с Геной мы съели пуд и еще полпудика соли на телевизионном фронте. Все было, но прекрасно и осталось. Правда, Ген? Ну и пуд сахара, наверное, съели, не только соли. Я очень доволен, что нахожусь сейчас здесь, на этом судне. Поскольку я кораблестроитель, закончивший Николаевский кораблестроительный институт, я разделяю корабль, что есть военное судно, и судно, что есть пассажирское. Так это военное судно? Нет, мы на судне, а не на корабле. Вот, это очень важно знать. Как ты думаешь, все гладко пройдет, обещаешь? А для чего я здесь? Я, между прочим, у меня диплом был, именно я вот спасатель. Так что по спасательной части я абсолютный профессионал. Я от тебя не отойду. Ну, стой рядом, конечно. Но на самом деле я здесь хочу рассказать об истории Нью-Йорка, поскольку у меня написана книга, она публиковалась в свое время и в теле недели, затем и в журнале «Метро». Книга о Нью-Йорке, начиная с голландских времен, то есть, собственно говоря, с 1624 года, хотя на самом деле Борозана, который представлен в Бетари-парке своей скульптурой, он ведь попал сюда вообще в 1524 году. Так что многие, думая о том, что Нью-Йорк – это город молодой, они в какой-то части ошибаются, поскольку, если мы вспомним Санкт-Петербург, то первый кирпич в Заячий остров был заложен в 1702 году. То есть к тому времени Нью-Йорку уже было, ну, почти 100 лет. Так что это совсем не маленький, не молодой город. Олеж, скажи мне, пожалуйста, вот этот высокий, красивый, темный человек, певец? Да, это певец. А почему он по-русски поет? И он и по-русски поет, и по-еврейски, и говорит по-русски. И я с удовольствием его хочу представить. Как его зовут? Его зовут Брайан. Концерт певца Брайана состоится 5 августа в Second Home. Брайан – это потрясающий человек, во-первых, он очень красивый мужчина, я вообще не могу на него налюбоваться. Брайан, ну ты поешь по-русски, да, он мне говорил. Ты говоришь по-русски, да? Да, я. Ну, а почему ты, друг, говорил по-русски? Я понимаю все, я очень умаю. Я понимаю. Ты понимаешь все, а говоришь? Ну, как я думал, Гавиру, это таманно. Нормально говоришь? Конечно, конечно. Когда я слышу, я знаю. А что ты хочешь слышать? Все информации. Да, ты любишься, ты любишься. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я же вижу с какими... Субтитры сделал DimaTorzok Дом, который вам станет родным и близким Приходите, и вы почувствуете нашу доброту Субтитры сделал DimaTorzok 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 Как у Матисса, как у Матисса Употребляли абсцент и кое-что, кстати, тоже могли Раз, два, три Скажи мне, Олеж, вот ты приехал, когда в Америку, ты когда увидел статую свободы? Я приехал в Америку во вторник и в среду я уже увидел статую свободы Правда, мы не подплывали к ней, но я сразу поехал в Манхэттен и я увидел статую свободы И это мечтает каждый человек Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Улыбка очень идет Юна, Юна, вот ты любишь путешествовать по воде? А разве по мне не видно? Я так люблю, а дело голубой цвет Ты столько солдат на себя нацепил, ко дну пойдешь? Я не пойду, такие люди не идут ко дну, они всплывают Я хочу сказать, что я нахожусь в таком волшебном царстве, что мы едем, что мы приедем на статую свободы, величайшую, которая с факелом стоит и нам подает надежду, веру Ну, в общем, спасибо Богу, спасибо Америке, спасибо Second Home и тебе, Валюша, за то, что вы делаете такую нам радость на старости лет Просто, ну, просто, просто, вы знаете, мне не хватает слов Я попала в царство, и пусть это царство USA навеки вечно God bless America, спасибо, спасибо за все Спонсор программы Second Home Дом, который вам станет родным и близким Приходите, и вы почувствуете нашу доброту Тихо, тихо, сердце бьется от любви Тихо, слабца, ими глаза, не посмотри В этот вечер нам с собою по пути Мне красиво такое не найти Хайфуем Сегодня мы с тобой, хайфуем А я вен себе землю И забываю о чем Хайфуем, ай, мамочон Тебя совсем люблю Хайфуем Да просто мы с тобой дадим Не звонаю ничего Горги, друзья, руки вверх, руки Ша, 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 ша Ша, 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 ша Ша, 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 ша Женаю, завтра ты и забудешь о мне А сегодня не с тобой, как важнее Ты улыбался, все печали позади Не хотела такой мне найти Кайфую я сегодня, сегодня мы с тобой кайфуем Моя, я тебя ценую Не забываю о чем Кайфуем, а только тебе на самом цене Но просто мы с тобой кайфуем Не вспоминает ни о чем Я стою за ним Оточки, руки, руки Поливай Я стою за ним С тобой кайфуем Позади, не дожди Такой мне найти себе На пуле Сегодня мы с тобой кайфуем А я опять себя целую И не забываю о чем И не забываю о чем Кайфуем, а и о чем Тебе я совсем не люблю Да просто мы с тобой кайфуем Не вспоминаю ни о чем Еще Спонсор программы Спонсор программы Second Home Дом, который вам станет родным и близким Приходите, и вы почувствуете нашу доброту Дело в том, что независимость, она ведь ощущается не только в общении Не только в то, что ты видишь или что ты можешь сделать Независимость в тебе самом И ты должен быть зависим от себя От того настроения, которое ты несешь людям А люди зависимы от твоего настроения Сегодня было шикарное настроение Правда, Олег? Великолепно, да Как никогда Так что Get Blas America Спасибо этой стране И спасибо Олегу Когда такие люди в нашей стране есть Спасибо Мы не пропадем Живите хорошо До следующей встречи Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»